Здравствуйте! Рожистое воспаление, или в простонародье рожа, представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее кожные покровы. Возбудителем болезни являются стриптококи, которые проникают через порезы, царапины, опрелости, а также могут заноситься током крови из хронических очагов инфекции. К сожалению, после перенесенного заболевания не вырабатывается иммунитет, поэтому рожистое воспаление склонно к рецидивам. Патологический процесс начинается внезапно с повышения температуры тела, слабости, сонливости, нарушения работоспособности. Иногда наблюдается рвота, нарушение аппетита, озноб, потливость. Затем на коже лица, шее, верхних или нижних конечностей появляется зудящее покраснение неправильной формы с четкими границами. Рожистое воспаление постепенно увеличивается в размерах, формируются пузырьки, наполненные как бы таким прозрачным содержимым. После вскрытия визикул образуются корочки и кожа в месте поражения на ощупь ощущается как плотная и горячая. Народные рецепты эффективно помогают при легкой форме заболевания в самом разгаре недуга, ну а в тяжелых запущенных случаях домашние рецепты нужно сочетать с методами традиционной медицины. Больным в это время рекомендуется постельный режим, витаминизированное питье, легкая пища и кожу в месте поражения мочить в это время нельзя. Для обработки воспаленного участка применяют различные компрессы, мази, примочки. Кто-то делает присыпки из лекарственных трав, например широко известен способ лечения мелом. Необходимо использовать чистый натуральный мел без химических примесей и красителей. Перед применением его следует измельчить до мелкодисперсной консистенции и желательно утром, именно так передают этот рецепт почему-то до восхода солнца желательно, пораженный участок кожи присыпают этой мелковой пудрой. Сверху пораженное место нужно прикрыть шерстяной тканью и обязательно красного или бордового цвета, именно этим цветом. Сверху вот эту красную повязку можно закрепить бинтом или платком. Процедуру эту следует повторять каждый день в течение недели. Для усиления терапевтического действия в эту мелковую пудру можно добавить щепотку измельченных сухих листьев шалфея. После второго дня лечения уже вы должны почувствовать облегчение и в течение недели, дней десяти воспаление должно отступить. Еще способ борьбы с рожей с использованием растения алоэ. Свежие мясистые стебли растения нужно промыть горячей водой, очистить от кожицы и мелко нарезать. В эту кашицу можно добавить измельченные листья подорожника. Это для усиления противовоспалительного эффекта. Ингредиенты перемешать и выложить на пораженную кожу. Сверху покрыть чистой натуральной тканью и закрепить бинтом. Делать такие компрессы нужно в течение нескольких дней, пока воспаление не отступит. Хорошо при этом и внутрь принимать свежеприготовленный сок алоэ. Буквально несколько капель алоэ растворить в ложке теплой кипяченой воды и пить это с надобья примерно раза два в день до полного выздоровления. Во время этой болезни желательно придерживаться лечебной диеты. Нужно употреблять исключительно спелые фрукты, овощи, мед. Пить можно цитрусовые соки и воду с добавлением лимона. В этот период не стоит есть крахмальные углеводы. Это хлеб, каши, макароны, картофель. Ну и можно немножко белковой пищи вводить в виде нежирного мяса и бобовых продуктов. Обычно заболевание рожи отступает в течение недели или дней 10-12. Но кому не хочется заниматься народными компрессами, стоит обратиться к доктору за квалифицированной помощью. Официальная медицина использует для терапии этой болезни антибактериальные препараты и противовоспалительные мази. Субтитры подогнал «Симон»!